Эй, доброго времени утром, друзья! В этом небольшом видео я вам дам своего рода чек-лист и шпаргалку, по которым вы сможете с легкостью придумать врагов для своей игры, и в принципе-то не важно, какого она будет жанра. По крайней мере для платформеров, шутеров или РПГ это отлично подойдёт. Уровень и сложность врага. Заранее решите, насколько жёсткий и сложный будет персонаж. Будет ли это слабенький начальный моб или элитный полубосс? От этого зависит количество и качество умений, ведь чем сильнее враг, тем этих умений будет больше, и тем неприятнее они будут для игрока. Также не помешает задуматься и о размере моба, чтобы хотя бы примерно представлять его в голове и проигрывать те механики и умения, которыми вы собираетесь его наделить. Обычно более сильных врагов делают покрупнее, а самые крупные и опасные являются боссами. Это своего рода визуальные стереотипы, и вам не обязательно им следовать, но видя нескольких врагов в кадре, игрок инстинктивно выберет наиболее опасным того, что покрупнее. Кстати, научиться делать крутых бугаёв и прочих классных персонажей ты можешь на курсе от XWZ School, ведь с ростом игровой индустрии и повышением планки визуальной картинки растёт и необходимость в достойных 3D художниках. В процессе работы над собственным стилизованным персонажем ты научишься не просто создавать красивую картинку, а изучишь весь цикл создания персонажа в целом, так, как это делают в крупных студиях. За 6 месяцев ты научишься всем этапам разработки и создания персонажей, всем необходимым для работы программам и тонкостям подачи. За 2 года обучения студентов разработки игр, ученики школы успешно устраивались работать в такие студии, как Ubisoft, Spirosoft, SaberMight.com и многие другие. Я лично проходил этот курс, поэтому смело могу его рекомендовать. И сейчас, кстати, в школе действует акция, по которой ты можешь приобрести любой курс со скидкой до 30%, а по промокоду UMAIRTALASKI ты получишь ещё 10% сверху. Ну а если ты приобретёшь курс с 25 по 31 мая, то в подарок получишь ещё и карьерный чит. Это программа о том, как имея навыки получить работу в геймдеве и не провалить собеседование. В общем, все ссылочки в описании. Появление врага. Самое первое, на что мы обращаем внимание, это появление врага. Он может уже заранее находиться на своём месте и быть видимым на экране, а может вылезти из-под земли или вообще упасть с неба. Также его могут просто доставить на каком-нибудь транспорте. Хорошим примером будет различный десант из игры Broforce. Часть врагов уже расставлена на уровне, а вот некоторые спавнятся из специальных выходов в зданиях. Но немалая часть появляется на уровне путём высадки с парашютами, подземными капсулами или подвозимые на грузовиках. Появление может быть внезапным и неожиданным, или же наоборот иметь особые приметы, предвещающие появление конкретного персонажа. Приметой может быть даже простой звук, издаваемый врагом перед тем, как он полностью появится в игре и начнёт действовать. Например, в игре Hollow Knight есть довольно простой моб, маскирующийся под кустик. Если подойти к нему близко, он издаст характерный звук перед тем, как станет активным и сможет нанести урон игроку. В то же время более крупный кустик сначала издаёт не только звук, но ещё и трясёт экран вместе с вибрацией на геймпаде. А только потом появляется на экране. Здесь срабатывают не только приметы появления, но и предупреждения об атаке. Перемещение. Как только враг появился в кадре, он начинает что-то делать и, как правило, двигаться. Подумайте над тем, каким способом будет передвигаться этот персонаж. Может ли он летать или плавать, забираться на уступы или перепрыгивать ямы? Возможно, он вообще будет игнорировать геометрию уровня и проходить сквозь стены. Сможет ли враг пользоваться лестницами, лифтами и прочими механизмами, чтобы добраться до игрока? И нужно ли ему до него добираться? Враги с дальними атаками обычно стараются держаться от игрока подальше, но также интересным примером станут летающие стражи из Hollow Knight. Определённое количество времени они держатся на расстоянии от игрока, а затем атакуют стремительным бывком и снова выдерживают дистанцию. Однако некоторые враги могут изначально быть неподвижными и вообще никак не сдвигаться с места. Защита. Итак, в кадре присутствует враг, он живой и двигается, а мы уже думаем, как бы нам от него избавиться. Слабенькие начальные мобы обычно не имеют никакой защиты, но чем серьёзнее враг, тем сложнее сделать ему больно. Вы можете наделить его большим запасом здоровья или сбиваемой бронёй, дать возможность регенерации или воскрешения, а можно вообще сделать его неуязвимым, вынуждая игрока обходить этого персонажа стороной или лишь временно от него избавляясь. Неплохой идеей будет снабдить персонажа шипами или ядовитыми газами, чтобы игрок не мог подойти к нему и атаковал только на расстоянии. В общем, на этом этапе вы думаете о том, как сделать ему больно. Реакция на игрока. Сам по себе враг может быть достаточно безобиден, если его не трогать. Поэтому одни враги начнут свою деятельность лишь после того, как их атаковать, а некоторые будут реагировать даже на приближение игрока. Вообще, этот пункт тесно связан с атаками, так как 90% реакций на приближение игрока – это как раз атака. Для примера возьмём кабанчика. Изначально он будет стоять и никого не трогать, но как только игрок появится в поле зрения, он побежит к нему как таран. Некоторые персонажи при виде игрока могут просто пуститься в бегство или занять определённые позиции на уровне, прикрыться щитом или просто замереть в ожидании. Ранение. Чтобы враг был более правдоподобным, геймдизайнеры частенько добавляют реакцию на ранение персонажа, от простого «Ай», к которому мы поймём, что нанесли врагу урон, до полноценной контратаки. Например, вы можете делать персонажа неуязвимым несколько секунд после того, как атаковали. Или после каждого удара по врагу он будет создавать несколько более слабых копий. Настал черёд и врагу попытаться сделать нам больно. От классического прикосновения и метания снарядов до разрушения геометрии уровня или призыва молний. Для начала определитесь, будет ли враг атаковать вблизи или издалека. А может и так и сяк. Но, даже если вы выбрали и ближний, и дальний бой, сделайте акцент на чём-то одном. Например, враг наносит много урона вблизи, если к нему подойти. Но он наносит слабый урон, бросая в нас камни, пока мы далеко от него. Также определитесь с таймингом, как часто враг атакует, сколько длится пауза между его атаками, нужно ли ему время на подготовку к удару, или же он атакует внезапно. Наконец подумайте, будет ли это целая серия, или простые одиночные атаки. И после этого остаётся лишь решить, как именно враг попытается сделать нам больно. Будет он нас преследовать, или побежит навстречу, а может просто останется на своём месте, и на этом наши полномочия всё. Враг может пронести проблемы даже после своей смерти. Это может быть маленький моб, которого легко убить, но после его смерти вы получите кучу проблем в виде дебафов отравления, неслабого взрыва, или появлением ещё нескольких врагов. Но тут я советую вам не перегибать. Если враг и так был непростым, то события его смерти не обязательно делать во вред только игроку. Например, если ваш враг взрывается после смерти, то пусть ударная волна наносит урон и остальным врагам, а не только игроку. А если враг плодит копии похлещих хомячков и кроликов, то почему бы не уничтожить их вместе с ним? В любом случае, каким бы сложным или простым не был ваш враг, за победу над ним должна быть награда. Опыт, золото, частичное восстановление здоровья, какой-то ценный лут или открытие доступа к определённой зоне. Конечно, вы можете добавлять мерзких, неприятных врагов, которые появляются внезапно, наносят урон игроку, и из-за их убийства он ничего не получает, кроме проблем. Но игрок будет ненавидеть не только вашего персонажа, но и всю вашу игру в целом. Поэтому аккуратнее с этим. Если враг действительно раздражает, дайте игроку награду, которая сгладит эту неприятность и не отобьёт у него желание проходить игру дальше. Отлично! Теперь вы знаете, над чем подумать и из чего выбрать. Не обязательно заполнять каждый пункт, и уж точно не следует выбирать по несколько вариантов из каждого пункта сразу, оставьте это для боссов. Если вы всерьёз задумались над этой темой, хорошим вариантом будет поиграть в несколько игр нужного вам жанра и проанализировать врагов, разобрать их по полочкам. Появление, передвижение, атака и прочие события, о которых я сегодня рассказывал. Кстати, а как насчёт такого же видео про создание боссов? Пишите в комменты. А для вашего удобства я прикрепляю картинку с наводящими пунктами, комбинируя которые, и вы сможете придумать своих врагов достаточно быстро и легко. Ну а с вами, как всегда, был Арталаски. Пока!